С героями нашего сюжета многие знакомы не понаслышке. Маленькие и очень кровожатные членистоногие клещи буквально повсеместно поджидают рыболовов-охотников, садоводов-огородников. В общем, всех тех, кто по роду своей деятельности или хобби часто находится на природе. Кроме того, сейчас в зоне риска те, кто в такую жаркую погоду остается у водоемов. Но здесь следует сделать оговорку в неустановленных для купания местах. Хочется обратить внимание, что несмотря на то, что летом активность клещей в целом ниже, чем ранней весной, либо же осенью, но все равно они активны, они есть. И, к сожалению, их места пережидания жары совпадают с местами пережидания жары и у людей. Поэтому особое внимание необходимо уделять при посещении водоемов, особенно неустановленных, даже не особенно, а именно неустановленных зон отдыха. Так как прибрежные линии рек и озер на данный момент являются одним из излюбленных мест пережидания жаркой погоды клещей. А так как там тенечек, травка, люди также прячутся от солнца и сталкиваются с данными, так сказать, хищниками. К слову, на территории города есть несколько опасных зон, где численность клещей большая. Лесополоса возле Брельской областной клинической больницы и территории, прилегающие к парку воинов-интернационалистов, Красный двор. Правда, за этими местами специалисты пристально следят и обрабатывают, чего не скажешь о настоящем питомнике для членистоногих, дачных товариществах. Из-за редкой дезинфекции и вырубки кустарников здесь нужно всегда быть начеком, чтобы случайно не пополнить списки пострадавших от укуса кровопийц. При поездках в какие-то, может быть, лесопарковые зоны с целью прогулки необходимо по возможности одевать одежду, максимально закрывающую тело, желательно светлых тонов. Тогда клеща на ней будет легче обнаружить. Пользоваться обязательно репеллентами. Также при прогулках на велосипедах, на автотранспорте можно обработать репеллентами багажник, где-то, может быть, инвентарь, который вместе с велосипедом вместе с вами путешествует, для того, чтобы не допустить заноса клеща из багажника машины, там, допустим, поставили тару с ягодами. Также вот с инвентарем после велосипедных прогулок и пеших. В случае, если неприятной встречи с клещом избежать не удалось, необходимо сразу обращаться к врачу, а именно в первые трое суток после укуса для назначения антибактериальной терапии.